всем привет друзья я не футболист но я очень люблю забивать голы я люблю их забивать потому что это цепляет цепляет тех кто схлопотал так вот мы зацепили и хорошо зацепили российская агентура уже наносит ответный удар и пытается защищать инфополе после выхода нашего расследования по российскому бизнесмену такому себе тихому белому и пушистому андрею пальчевскому который спит и видит сны и как он становится мэром города киева последовала ответная реакция появилась стада ботов месячной давности с одной фотографии с двумя друзьями которые полезли в статьи с комментариями в поддержку пальчевского которые полезли в соцсети которые полезли на блок-платформу сайт юэй романа шрайка и по сути полезли и в первую очередь на в комментарии на мой канал youtube мы уже это проходили это по сути такая стандартная реакция всех российских или пророссийских бизнесменов олигархов тут можно даже вспомнить того же соколовского с компанией текстиль контакт это такая стандартная реакция росагентуры конъюнктурщиков псевдопатриотов которые пытаются лезть во власть и вдруг были пойманы на лжи или расконсервированные по сути когда это происходит я понимаю что это гол поэтому беру мяч и взял мяч хиряч да и продолжаю вести этот мяч дальше сегодня я продолжаю и хочу рассказать о медиапомойках которые продвигают пальчевского о медиаблядях которые которые по сути помогают росагентуре вот о полете на россию кросс пропагандоном на россию 24 о связях пальчевский бойко медведчук медведев о росклинике евролаб о офшорах и в конце о кузнице российской агентуры гру как мы знаем и как по сути видно пальчевского сейчас очень плотно продвигает так называемый медиахолдинг вернее а точнее медиапомойка знайполитека принадлежащая мошеннику думчеву который во времена януковича занимался конвертационными центрами если помните в сентябре этого года после сразу после парламентских выборов администрация фейсбук ликвидировала крупную крупную фабрику троллей в украине и среди удаленных страниц фейсбука были знайю а полите к и хайзер фейсбук тогда заявили что это компания эти страницы вели скоординированные компании по дезинформации и в общей сложности фейсбук удалил больше 170 аккаунтов больше 150 страниц 80 групп у политики узнай политики хайзер было более 4 миллионов фолловеров более 400 тысяч пользователей присоединились к их группам и все по сути страницы группы велись фейковыми аккаунтами имена постоянно менялись вот такая вот была ситуация так вот бюджет потрачены этой этой медиа помойкой фейсбук инстаграм был оценивался примерно в 1 и 6 миллионов долларов и по сути ну скорее всего это вероятно что помимо медийного продвижения пальчевского это медиа помойка также занимается вопросами подгона ботов пальчевскому потому что почерк идентичен и ну он просто виден один и тот же почерк согласно реестру юлиц ооо знай основана в 2014 году собственники руководитель вадим якимец ранее конечным бенефициаром был анатолий чумак с адресом в германии сам домен знаю аль торговая марка знай зарегистрированный в апреле 2015 года ее собственники ооо знай и людмила погиба фамилия погиба отсылает еще двум другим ее носителям александру и павлу вместе сергеем дубчевым экс-кандидатом мэры киева они возглавляют партию рух за реформы а собственник ооо знай вадим якимец является представителем этой партии ранее павел погибай сергей думчев были связаны еще через одну структуру это коммерческий банк премиум по информации нбу на 2016 год у погиба там было девять процентов акций а думчев до 2015 года возглавлял на псовет премиума согласно исследованию института массовой информации в конце июня знаю а занял второе место по размещению политической джинсы обогнав медведчуковский не зван при этом сайт поддерживал президента владимира зеленского его партию слуга народа а также анатолия гриценко и о пзж бойко медведчука но атакой ботов не пальчевский него друзья не ограничиваются значит несколько дней назад с блок платформы сайт юэй романа шрайка были все и удалены все наши материалы все расследования по пальчевскому то есть пиарщики пальчевского не нашли ничего разумнее придумать как начать непосредственно зачистку негативных материалов в интернете тут по-видимому грушника сильно зацепил первый наш материал как я говорил именно поэтому он будет был первый но не будет последним а этот не будет старым по сути недалекие пиарщики пальчевского скорее всего не знают что что такое эффект стрейзант когда по сути попыткой изъять определенную информацию из публичного доступа приводит к его еще более ну более широкому распространению на блок-платформе сайт юэй публикуются статьи с расследованием пальчевским как мои так и публикует их игорь савчук и там успев набрать в общей сложности уже более десяти тысяч эти мои материалы просто исчезают мои статьи моя статья как и статья игоря савчука просто были удалены без каких-либо предупреждений без каких-либо объяснений далее были заблокированы наши и удалены наши аккаунты с блок-платформы удалены также были все статьи расследования подкаченко по портнову по богдану по пзж по коломойскому по зеленскому то есть все полностью было удалено и почищено в принципе понятно что причина этого удаления причина удаления информации удаление наших аккаунтов это именно расследование последнее расследование по пальчевскому человеку связанного с медведчуком с коломойским и связанному с поребриком в принципе как я понимаю пиарщики пальчевского вышли на шрайка дали денег я сто процентов уверен дали денег вот чем принципе хочу поздравить с новым названием я буду романа шайкой теперь называть он статусе уже медиа шлюхи я буду называть его медиа шлюхой он слился по сути медведчуку и коломойскому кстати об этом после моего поста и постав фейсбук игоря савчука о том что нас заблокировали удалили все наши расследования писали очень многие люди в фейсбуке также к этому я хочу обратиться ко всем про украинским блогерам которые пишут на сайте у а ребята имейте ввиду любые серьезные материалы которые будут цеплять зеленского коломойского позже на этой продажной платформе шрайка будут цензурироваться и тупо удаляться и будут удаляться вместе с вами кстати друзья пальчевского из упзж ранее втянули кандидата в скандал с фальсификации рейтинга про скандал с фейковым исследованием не существующего центра бури с российскими корнями я также говорил предыдущим расследованием то пропустил я дам ссылку в описании но хочу напомнить что в октябре пальчевский заказал себе фейковое исследование компании бури с российскими корнями которая выдала рейтинги которые потом активно тиражировали известные информационные помойки знаю а и политика думчиво как я уже говорил ранее бури это российское фейковое агентство по сути просто сайт пустышка эти российские фейкометы просто нарисовали тогда пальчевскому 14 1 процент известно что этот бури активно использовался именно опзж для вброса в фейковых рейтингов тогда они работали для юрия бойко далее тиражировались на российских пропагандистских сайтах таких как украина.ру которые заблокированы в украине теперь я хочу перейти про связи пальчевского с медведчуком бойко про их полет в москву на программу российских пропагандистов как я уже говорил в первом ролике пальчевский участвовал в российской пропагандистской программе на канале россия один и неоднократно на которых высказывался за счастливое воссоединение украины с россией обращает внимание то что в москве он находился и выступал в шоу 60 минут как раз то время когда его друзья бойко и медведчук договаривались с путиным наши источники сообщают что этот весь русский мир летел в москву одним самолетом кстати тогда пальчевский поддержал переговоры своих друзей бойко и кума путина медведчука с российским премьером медведевым пальчевский тогда сказал что нужно находить общий язык я ничего не вижу предусудительного том что когда-то кто-то должен находить общий язык время разбрасывать камни время собирать камни время любить время ненавидеть там короче нос всякую заказушную ватную вот это вот ватное дерьмо для жителей россии и вот ватоголовых дебилов которые здесь в украине смотрят вот эти все пропагандистские каналы ну и перехожу сейчас непосредственно к российскому евролабу пальчевского всем известно что клиника пальчевского евролаб получила широкую известность в ходе президентской гонки в украине там вроде как сдавал анализы кандидат на пост президента владимир зеленский клиника попала в скандал после того как у зеленского опубликовали не тот документ с результатами анализа также вера евролаб допустили ошибки в своем русскоязычном обращении к президенту петру порошенко после чего стали посмешищем всех социальных сетей украины а теперь хочу рассказать о вопиющем случае о котором мало кто знает потому что он очень тихо прошел это также связано с клиникой евролаб пророссийскими взглядами пальчевского и конфликт с ветеранами а то с и российско украинской войны в 2016 году ветеран российско украинской войны юрий дмитриенко сообщил что в здании евролаб был установлен государственный флаг российской федерации и после того как флаг сорвали на место инцидента прибыл сам пальчевский ребята как это было значит два бойца два ветерана выходили из клиники евролаб на выходе увидели вот эту российскую тряпку которая висела над зданием я вот зачитаю флаг россии сорвали в ответ они вызвали полицию затем на разборке приехал владелица за одной ведущей интера андрей пальчевский это написал юрий дмитренко и вот он к своей публикации прикладывает пост назара дзявуна датированный 21 сентября 16 года где дзиун рассказывает что вместе обратились к охранникам вместе с товарищем о том что ребята война у нас на донбассе у нас за каждый сантиметр идет война вешаются украинские флаги у вас здесь висит российский флаг снимите его нахер вместо этого охрана видимо такая же подобранная очень правильно такая же ватная и пророссийская как и владелец этой этого гребаного евролаба пророссийский начали хамить бойцам и сказали типа кто ты такой может мы снимем сейчас тебя далее ребята срывают этот флаг и приезжают приезжают правоохранители приезжает сам пальчевский который начинает наезжать на ветеранов который начинает провоцировать драку кричать там может мне отца своего русского убить может тебя бесплатно полечить это висел флаг и не висел флаг вы его сорвали что ты хочешь и так далее ну в общем была такая провокация бойцов пальчевским на драку за вот эту аквафреш за эту российскую тряпку а теперь я проедусь по самой клинике и о том как резидент россии спокойно себе ведет бизнес в украине и при этом не платит никаких налогов немножко о документах клиника пальчевского связано с сомнительными офшорными компаниями зарегистрированными в небольшом жилом домике в городе илфорд регионе большого лондона а сам пальчевский похоже имеет тесные связи с россией и может быть связан широкой сетью офшорах тщательно законспирированных явно предназначенных для ухода от налогов по данным украинских реестров пальчевских является совладельцем компании евролаб сервис в киеве вместе с гражданином россии алексеем кирилловым московский адрес кириллова связан с двумя компаниями широтом бизнес лтд и амертон групп лтд но юридическое лицо евролаб сервис официально зарегистрировано в великобритании в скромном четырехкомнатном домике в небогатой части илфорда далеко от центра лондона и в британских реестрах по тому же адресу зарегистрированы еще 25 компаний что необычно даже по британским меркам 10 из них можно прямо или косвенно связать с пальчевскими или с его бизнес партнерами фирмы евролаб сервис lp по этим данным управляют четыре другие фирмы связанные с другими русскими а также упомянутыми шарлотон и амертон связанные с москвой и алексеем кирилловым все эти четыре компании зарегистрированы в городе чарльстаун в карибском островном государстве сент-кидс и невис который является известным налоговым раем а мажоритарным владельцем евролаб сервис лп является сам андрей пальчевский кроме того евролаб пальчевского это компания которая нарушает британское корпоративное законодательство по законодательству все зарегистрированные великобритании компании должны указывать свои юридические адреса в стране регистрации на своих сайтах бланках в официальной переписке сам медицинский центр евролаб находящийся на улице соломенской в киеве на своем сайте не упоминает о своей родительской компании евролаб сервис lp в великобритании по данным британских реестров все компании зарегистрированные по адресу 64 хамильтон авеню и связанные с пальчевским находятся во владении всех четырех упомянутых компаний из чары стауна в сент-кидз и невис или части из них большинстве компаний директорами являются или сам пальчевский или граждане россии такие компании могут использовать британский адрес для того чтобы проводить там бухгалтерскую деятельность прежде чем вывести деньги в офшор где можно отмыть деньги и уйти от налогов у нас наличие есть документ о праве собственности на дом по адресу 64 хамильтон авеню илфорд зарегистрированный великобритании организации регистратором собственности на недвижимость дом великобритании зарегистрирован неким брайан м сколором издание киев пост перепроверила его телефон через другие записи брайан м сколор по телефону сообщил изданию что его бухгалтерская фирма действительно осуществляет бухгалтерское обслуживание компании евролаб сервис л.п. и непосредственно пальчевского хотя прямых контактов с ними нет и связывается он с ними через посредника в лондоне по словам брайан м сколора он только ведет бухгалтерию но не знает что с деньгами делают дальше он также сообщил что обслуживает многих клиентов русских или русскоязычных и многие из этих компаний не ведут в британии активной деятельности в принципе все это говорит о том что пальчевский со своими российскими друзьями партнерами после британской бухгалтерии выводят деньги в офшоры и таким образом уходит от оплаты налогов украине и теперь поговорим немножко о российских корнях пальчевского в многочисленных источниках интернет источниках пишут что пальчевский родился в 1961 году и он окончил военный институт иностранных языков в москве но если заглянуть в википедию то видно что институт прекратил свое существование в 1974 году вере вероятно речь идет о его преемнике а это военный институт министерства обороны ссср в котором готовили не только офицеров с высшим военно-филологическим образованием но и политработников и спецпропагандистов по сути этот институт это одна из основных кузнец российской российских кадров гру российской агентуры а по сути вот все расследование про деятельность пальчевского говорит о том что это профессиональный агент работающий на россию друзьям за последние девять месяцев с момента прихода к власти о пг коломойского деятельность и влияние росагентуры в украине уже по сути видно как на ладони и вот скажите нам нужны еще малоросы и агенты русского мира во власти или уже предостаточно а а Субтитры создавал DimaTorzok